Где кончается свобода и начинается личная ответственность? На этот вопрос новым спектаклем отвечает Саратовский театр юного зрителя. Здесь поставили пьесу немецкого драматурга Уриха Хуба. На прогоне перед премьерой побывала наша съемочная группа. Надеюсь, у вас хорошие новости. У меня хорошие новости для всех тех, кто любит плохие новости. На сегодняшний день все рейсы отменены, полет возобновятся завтра. Они застряли в аэропорту и буквально умирают от скуки. Тигр, гусыня, панда, две овечки, обезьяна. В напряженном ожидании самолета каждый, что называется, показывает зубы и свое истинное лицо. Гусыня суетится и паникует. Тигр влюблен в себя. Обезьяна мгновенно обижается. Панде на всех наплевать. В новом спектакле саратовского тюза «Энимал ланч» или «Умеют ли животные лгать» легко угадываются человеческие характеры. Взаимное раздражение перерастает в драку, потому что каждый за себя и уверен в своей уникальности. Минуточку. Если кто-то из детей представляет из себя нечто особенное, то это мы. Это же очевидно, потому что мы уникальны. Автор пьесы, немецкий драматург Улери Хобб обостряет ситуацию, подбрасывая провокатора, обаятельного лиса. Он ломает стереотипы и правила. Персонаж, с которым в спектакле происходят главные метаморфозы – пёс. Характер невозмутимого службиста подчеркивает костюм охранника с бейджиком. В целях безопасности «Энимал лаунж» покидать строго запрещено. Всё время замкнутый и ограничен в свободе. То есть он выполняет свою работу и идёт спокойно отдыхать к себе, грубо говоря, домой. Если животное брать, то отправляет в свою клетку. Появляется персонаж – лис, который его перевоплощает, и он как-то более-менее становится стремлением к жизни, обретением какого-то смысла, так скажем. Костюмы персонажей – это вполне человеческая одежда. Да и в характерах животных зрители 16+, без труда считывают что-то подозрительно знакомое. Ну, я бы сказала, что я в обезьяне даже себя узнала в какой-то степени. Ну, я очень люблю иногда поиздеваться над своими друзьями и повеселиться вместе с ними. Спектакль «Энимал лаунч» или «Умеют ли животные лгать» в России ставят второй раз. Пионером был омский тюз. Саратовский вариант идёт в другом переводе. Режиссёр уверяет, что этот спектакль о свободе. На свободе всех зверей рано или поздно пристреливают. Лучше всю жизнь быть в бегах, чем торчать в зоопарке для редких вымирающих видов. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.